здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и продолжаются наши новогодние программы и приятно что сегодня к нам пришла в гости наша постоянная кстати участница программы уже не первый раз мы встречаемся на сегодня день особый новогодний депутат совета депутатов городского округа люберцы наталья геннадьевна скисова но прежде всего конечно же это человек который сколько вы на посту уже руководителя нашей знаменитой кадетской школы ну прям вот чтобы руководить с 2018 17 а чтобы работать а чтобы работать 2009 2009 то есть я я почему спрашиваю потому что мы по традиции первая часть у нас будет все-таки посвящена основному месту работ хотя депутатство это тоже основное но дело в том что еще 2024 год наступивший он очень важен для натальи геннадьевны всех ее коллег потому что 30 лет исполняется к детской школе как кстати сейчас она в документах у нас правильно называется чтобы соблюсти все общее образовательное учреждение кадетская школа детская школа до городского округа то есть слово кадетская основное главный принцип главное без номера да и произошло это все в 1994 году 30 лет в этом году отмечают да где на четвертом году она конечно еще не была кадетская она была просто школу школу номер 45 45 как говорит валентина ванна был выбор и она выбрала нет валентина ванна завьялова первый директор да и она говорит что 4 и 5 учиться наши дети должны на 4 и 5 поэтому школа номер 45 было и как школа стала кадетская из статус кадетской школы получила в 2004 году уже без номера первый класс кадетский был открыт уже в 95 году по запросу наших родителей потому что школа находится напоминаю что школа находится на территории бывшего закрытого военного гарнизона и конечно основная основные жители это были семьи военнослужащих семьи ветеранов и вооруженных сил и на тот момент конечно очень много был ветеранов великой отечественной войны связанных с военным делом это военное дело и на территории находится у нас конечно военный институт но вот как бы как человек который скажем так вошел в этот процесс уже когда он начал развиваться как вы считаете удалось достичь тех целей которые ставились тогда или даже может быть удалось что-то создать совершенно новое еще более но он разнонаправленное как все говорят разновекторное образование вы знаете ведь когда валентина ванна задумывала открытие первого кадетского класса безусловно основной задачей было забрать детей с улицы 90-е годы те самую березы да вот поэтому увлечь дать им возможность заниматься тем что интересно к детства это безусловно интересно это дополнительное образование она очень разноплановая дамы и танцуем мы играем на гитаре и конечно безусловно эта задача была выполнена сегодня у меня буквально некоторое время назад я как председатель такое очень сложное название экспертной комиссии при министерстве просвещения российской федерации по вопросам к детства а есть такая комиссия и комитет комиссии да и был у нас первый слет к детских образовательных учреждений спустя больше ста лет да потому что раньше это было в царской россии это было обязательно обязательно да и у нас там очень бурная полемика была по поводу того должны ли существовать имеет ли право быть вообще кадетский класс ведь есть школы где просто один кадетский класс да имеет ли право быть кадетские школы общеобразовательные потому что представители кадетских корпусов они очень четко они все конечно были у нас такие люди которые сказали мы растим элиту военную а вот эти ваши все игрушечки то они не нужны никому и мы конечно очень прям удивились не говорим воевали бы я очень спорила потому что действительно 30 лет нашей школе и мы видим результаты и мы видим своих выпускников и мы видим в принципе что это нужно мы это видим по запросу родителей которые отдают своих детей в кадетские классы и в первый класс несмотря на то что это про педевтика до начальной школы это подготовка и торжественное обещание мы даем в декабре месяце в канун дня героя как раз вот 8 декабря в этом году 32 наших юных кадет вступили в нашу большую кадетскую семью стали частью нашей кадетской семьи мы даем торжественное обещание перед лицом своих товарищей педагогов гостей почетных и и всегда есть спрос и всегда как бы у нас есть отбор этих деток то есть у нас есть из кого выбирать очень многие хотели бы отдать своих детей в кадетство вот и задачу сегодня мы тоже свое выполняем мы не забираем детей с улицы потому что они туда стали не часто выходить на мы забираем их от компьютеров до телефона то есть мы пытаемся им привить все таки какие-то человеческие качества но дать возможность и наиболее благоприятно и тут возникает ну благоприятно показать себя с точки зрения воспитанного человека образованного человека человека который посещает самые разные направления дополнительного образования чем это же поговорим сейчас и возникает сразу же вопрос я его всегда вам задаю но в честь 30-летия можно повторить а в чем разница получается тогда если у вас такая замечательная хорошая кадетская школа тогда чем отличается от вас гимназия или простая школа не что хуже или другому у них каждая школа заняла свое место и они выполняют свои задачи у нас же тоже в каждой параллели общеобразовательной классы и кадетский 12 и общеобразовательных классах тоже учатся замечательные дети но мы же не знаем что например если ребенок папа с мамой решили ну мы же понимаем что это происходит на уровне вот ты пойдешь к детской школе не хочу не хочу могут не спрашивать на каком-то этапе ребенок он никак не хочет связывать себя с армии да с военной профессии но это же не значит что мы его заставим потом куда-то пойти он все равно получает это образование в этом направлении а потом все равно он имеет какие-то другие немножко жизненные принципы который помогает мы в других профиль а если мы вспомним что такое кадет кто такой кадет вот давайте вспомню определению это же человек который получает образование и будет потом полезен не только на военной но и на гражданском поприще то есть кадет в переводе с французского младший и и отдавали в царской россии своих младших сыновей в кадетство где они получали всестороннее образование и действительно они не все становились военными но на гражданском поприще они приносили большую пользу отечеству ну потому что скажем так у нас есть гражданские профессии на которых нужна такая же целеустремленность уверенность знания мы же как считаем что все что касается армии правоохранительных органов это все такое суровое подчиняется не каждый готов к этому согласитесь и поэтому вы обучаете что мы вот например через часто говорим вот чиновники у нас такие да вы там вороваты или еще что-то а ведь все тоже закладывается в школе возможно именно кадетство как некий принцип подготовки человека который потом будет ответственно относиться к жизни и вот тут возникает вопрос давайте все-таки поговорим какое непосредственное отличие вот вы говорите что есть обычные скажем чар с разова общего не обычный они совсем необычное но они общеобразовать давайте об общее образовательное а дополнительном поговорим сначала образовательные классы получают обучаются по программе но там же опять понимаете там есть профильное образование старших классах ну то есть это довольно широкий все равно спектр мы не можем сказать что общеобразовать на это обычный класс что значит обычное не бывает обычных не бывает обычных детей все мы на для того и работаем чтобы каждый ребенок чувствовал себя окрылённо в том или ином направлении кто спорте кто в творчестве кто математике в том математике великих математиков мы с удовольствием будем растить до и великих физиков и химиков тем более сейчас есть такой запрос именно на математика выно физика он был всегда математика царица наук это не нами сказали правильно математика она везде она склад ума формирует правильно то есть нужно знать математику говоря о тех 90-х годах как раз когда кадетская школа появлялась я прекрасно помню что как раз тогда с ними попрощались со всеми всем показалось что нам нужны кто юристы экономисты этот менеджмент этот хвостик сейчас мы видим то есть есть и а есть ребята которые вот заточены именно на высокие высокоточные науки конечно конечно мы в этом направлении тоже работаем стараемся максимально помогать ребенку развивать эти способности безусловно но и мы сейчас же все равно как-то понимаете мир меняется мир меняется и сегодня развиваются новые инновационные технологии и это детям интересно и это ну даже модно не очень мне нравится это слово но она правда это модно то есть спроси в тренде да спроси кем ты хочешь быть айтишник вот айтишник хочешь математика нужна да да может быть физика не так серьезно но математика нужна но давайте тогда еще чтобы понятно что раз вы здесь находитесь вы естественно будете как говорят опять молодые люди сейчас нас популярные фильмы хоть который топит да за свой замечательное учебное заведение и готовы как мы видим я прямо видел в глазах этот огонь когда только попробуйте нас тронуть обидеть мы вам покажем конечно это здорово дополнительное образование что еще дает кадетская школа ну скажем так в отличие от других школьных проектов мы говорим об общих образовательных классах было любых каких нет просто дополнительно образование в кадетских классах это своя программа то я серьезно программа я же всегда говорю к детства это другой образ жизни совсем другого тяпка детства поговорим о чем да и безусловно помимо основной общеобразовательной программы включая профильное образование старших классах и профиль мы всегда начинаем планировать заранее разговаривая с детьми которые заканчивают девятый класс родителями девятиклассников то есть мы же тоже не хотим чтобы наши дети которых мы растили девять лет уходили потом другие учебные заведения да то есть нам интересно чтобы они остались у нас соответственно если нам позволяют наши ресурсы мы такой профиль и открываем то есть например у нас сейчас 11 классу двупрофильный то есть класса 1 30 человек но в нем программа реализуется по двум профилям вот значит формируем профильное образование и в кадетстве в обязательном порядке не обсуждается хочешь не хочешь нравится не нравится но ты обязан посещать дополнительные занятия ты для себя это выбрал вы всей семьей это для себя выбрали очень не хочешь поэтому мы вас нет не принуждаем не вставляем это ваш выбор и всегда родителям 4 классов я говорю что вы хорошо подумайте потому что если ребенок серьезно занимается например спортом или музыкой ему просто будет физически очень тяжело потому что наша вторая половина дня у кадет занята дополнительным образованием и плюс очень много различных мероприятий выездов у кадетов и если действительно есть там серьезно мы конечно очень рады если кадет будет еще и великий спортсмен на самом деле ребенку очень сложно совмещать вот это потому что у меня хор будь любезен ты должен стоять хор и петь да а мама звонит у тебя тренировка там по плаванию где-то я тебя жду а этот бедный ребенок куда бежать на хор потому что он обязан или на тренировку и всегда я говорю хорошо подумайте ведь форма это красиво но это внешняя сторона как а внутри за этой формы красиво стоит огромная работа огром ну безусловно мы в этом году наверняка еще с вами увидимся и обсудим этот замечательный 30-летний юбилей и наверняка вы будете к нему готовиться будут мероприятия придут те выпускники которые уже бывал и конечно рада будем всем и педагогам нашим которые уже отдыхают и которые работают поэтому безусловно приятно вот вступить в новый год с таким ощущением такого а глобального и праздника и ответственного мероприятия но во второй части мы с вами коснемся депутатской деятельности а мы еще не все по школе обсудила ну хорошо тогда сейчас делаем перерыв и то что вы захотите вы да да скажите нам напомню что программа открытый диалог мы продолжаем разговор с наталья геннадьевна скисова депутатом соято депутатов городского круга люберцы и ангелом-хранителем кадетской школы городского круга люберцы напомню что эта программа открытый диалог наталья геннадьевна скисова депутация депутатов городского круга люберцы хочу говорить о депутатстве но вы хотите что-то еще добавить к школе кадетов. Не все мы обсудили. Не просто к школе кадетской. Я хочу сказать, ведь мы с вами прошлый весь год жили под таким замечательным... Педагога и наставника. Да, конечно. И об этом нельзя не говорить. Нельзя не говорить. И вы знаете, очень как-то символично или очень правильно, что из года педагога и наставника мы плавненько переходим в год семи. Вообще было бы мое... Господи, прости, Владимир Владимирович, было бы мое право, я бы сделала 10 лет педагога и наставника. А вот внутри этого десятилетия был бы и год семьи, и год ребенка, и год бабушки. Ну, потому что ваша работа, ваша профессия, она так и связана. Потому что, во-первых, если есть ребенок, есть семья, есть семья, которая переживает за то, как идет обучение ребенка. А весь, ну, скажем так, в хорошем смысле слова, обслуживающий персонал и его задача найти контакт с ребенком, чтобы ребенку понравилось... Не, убираем слово обслуживающий персонал. Да, хорошо. Все-таки школа – это тоже семья. Так, еще одна семья. По-другому быть не может, понимаете? По-другому быть не может. Ребенок в 8 зашел, и самое раннее 7 уроков у нас заканчивается в 3.15. Ребенок находится рядом с нами, с педагогами, которые не могут быть просто учителями. Мы сейчас живем в такое время, что и пандемия это доказала. Личность учителя, именно учителя. Знания мы можем... любого источника, интернет нам в помощь. Понимаете? Открыл видеоуроков масса. А кто даст душу? А кто научит любить? А кто научит дружить? Ведь если тебя что-то не устраивает на экране, на компьютере кнопочку нажала, и там все погасло. А кто выключит рядом стоящего педагога, который тебе рассказывает, что такое хорошо и что такое плохо? Ты понимаешь, что иногда рассказывает, когда ты не хочешь это слушать, а оно как-то все равно накапливается. И потом, иногда спустя много лет, вот этот всплывает вдруг эта история, ты понимаешь, что да, она или он, были правы, говорили какие-то такие вещи. Поэтому год педагога и наставника, перешедший в год семьи, мы сделаем тогда так. Мы год семьи отмечаем, не забывая... Продолжай отмечать год педагога и наставника. Ну и в этом свете, кстати, мы можем плавно перейти к депутатской деятельности, потому что, безусловно, я прекрасно понимаю, что, зная, что вы работаете в образовании, причем не просто в образовании, а еще и руководителем такого важного, ну, говорят, чиновничьим языком объекта, где не только знание, но и душа, что очень сложно. И без контакта личного с жителями никуда не денешься. Вот скажите, к вам, наверное, часто обращаются по педагогическим вопросам, по вопросам устройства в садик, в школу. Есть такое? К вам, наверное, просто возьмите меня. Это, наверное, одно из главных направлений, по которому ко мне обращаются. Ну, конечно, к кому еще обратиться, чтобы помочь устроиться в садик или в школу? Я очень благодарна. А эта проблема действительно есть у нас еще? Нет, нет. Нет такой проблемы. От незнания, может быть, кто-то куда-то не знает, куда обратиться. Иногда, знаете, что приезжают, переезжают из другого региона или из другого округа, и люди теряются немножко, да, особенно если это по нашему округу, вот по первому, я имею в виду, по первому избирательному округу, где депутатом я являюсь. То есть, конечно, они задают вопросы и в письменном виде, там, не обязательно приходить. И позвонить они набрали, пока детская школа, да, и обращаются и спрашивают. Иногда за советом. Не то, что помогите устроиться, потому что в детские сады у нас очереди нет. У нас строятся новые детские сады, шикарные, с замечательным оборудованием. Как говорится, по последнему слову техники, да? Конечно, по последнему слову, по всем требованиям нынешним. А требований много же, да? Конечно. Но и они меняются. Требования сампина меняются, да, то есть имитражи меняются, нормативы меняются, оснащение, безусловно. То есть, есть возможность, если человек, если только приехал, что-то не в курсе, обращается к депутату, то вам легко ему помочь направить, как надо поступить? Конечно. Ну, или алгоритм дальнейших действий, или если какие-то там возникают, не знаю, в силу. Но всё равно, ну, в школах определённое количество детей. Мы же не можем поставить... Это понятно. Поставить больше столов и партнеров, сколько и стульев, сколько умещается. Ну, как и ваши коллеги, и вы наверняка знаете, что число жителей городского округа Люберца растёт, и уже такие у нас ЖК появились. Я так думаю, это не последнее. Вот, скоро будем ехать, как где-нибудь в большом, огромном городе. И это значит, что школы строятся, и будут открываться, тоже замечательные. Какой-то план есть в связи с тем, что количество людей увеличивается, а это значит, что появляются дети, и мы слышим и президента, и правительства, что речь идёт о увеличении количества детей в одной семье. Это значит, что... Так это хорошо. Это же очень хорошо. И сейчас, посмотрите, Новый Микроин строится обязательно, школа большая. Это автоматически как бы, да. Ну, как бы, это само собой разумеется, да. И детский сад обязательно. И, опять же, я ещё раз говорю, хороший. Ну, проблема, конечно, есть. У нас мы всегда, мы говорим, что мы же прям Москва практически. Ну, да, перешагнул мы. Перешагнул и ты в Москве. Причём вот наш Люберецкий округ, он же уже со всех сторон практически, да, окружён Москвой. Там Некрасовка на северной стороне, здесь у нас Жулебино. И, конечно, риски кадровые у нас есть, безусловно. Все знают, что немножечко... Ну, как-то вот у них там порадостнее, но у нас лучше. А вас не звали? А они все понимают, что у нас лучше. У вас не звали туда? Переманивали? Звали, два раза меня звали. Не можете вычить. Да, это было. Но я ещё тогда была заместителем директора. А, это как раз такой момент. Ещё не была директором, ну, господи, да, не была директором, была заместителем. И... Ну, в общем, я... Понимаете, там лучше условия материальные, а здесь душа. И как вот это... И ты выбираешь между... Да, и выбираешь. И ведь я всегда говорю нашим родителям и своим коллегам-педагогам, работающим в округе, вы большие молодцы, и вам большое спасибо за то, что вы не бежите за вот этим длинным... Никак за деньгами. Да, за длинным рублём в Москву. Потому что... И там ведь тоже очень идёт быстро... Конечно. Не успевают люди очень быстро менять. Сегодня ты работаешь, сегодня вратите улыбаются, а завтра... Да. Ну, это оставим... На твоём месте. Это оставим в Москве. Там везде есть свои прелести, везде есть своя душа, а то так и нас возьмут. Да, у нас те люди, те педагоги, которые действительно работают в Подмосковье, во всём Подмосковье, не только в нашем округе, они заслуживают большого уважения, и они действительно пришли работать по зову души, и потому что они это любят. Ну, собственно говоря, как и депутаты, тут тоже никуда не денешься, потому что на депутатстве, ну что ты заработаешь? Ну, да, могут связи появиться, но когда начинают... Я просто... Многие депутаты... Нет, я тоже говорила об этом, что прежде всего это личные связи, которые помогают быстрее прийти к результату. Безусловно. Да, и вот та цепочка, которая выстроилась, мы уже, можно сказать, не новый созыв, а последний пока созыв. Мы видим, что и молодёжь, и молодые депутаты встроились в эту работу. К вам приходят ещё с какими-то другими вопросами, например, которые вы... Ну, там, вопросы ЖКХ. И как это происходит? Вы подсказываете или просто позвонили к каким-то коллегам, которые... Я тут, у нас есть проблема, там, люди что-то просят? Различные пути и где-то звонком бывает. Проблемы, они тоже разные бывают. Бывают проблемы, которые можно в ходе встречи с человеком уже решить. А бывают, конечно, проблемы, которые требуют и времени, и вложений, более сложные такие. И разные рычаги приходится подключать, да? Вот. Но в любом случае, я уже говорила и повторюсь, что у нас хороший совет депутатов, и у нас хорошая администрация, которая всегда слышит, всегда помогает, всегда идёт навстречу. И бывает, что ты позвонишь, скажешь, там, озвучишь проблему, и помогает её решить. Конечно, нельзя помочь всем, безусловно. И, знаете, когда есть обращение, там, вот, что у меня всё плохо, ну, это как в известной притче, да? Хочешь помочь человеку, не дай ему рыба, дай ему удочку. Вот здесь вот это важно. Потому что не может депутат, это же не человек, который всемогущий и имеет неограниченные финансовые возможности. И вообще не волшебник. Да, даже в новогодние дни, да. Вот. По мере возможности, да? То есть, не дайте мне денег, потому что мне нечего кушать, а давайте мы вам поможем с работы, там, что вы можете или где-то. И с такими приходят. Вот проводили день соседей, подходит человек, даёт свою визитку. Вот то, что я умею, на нём написано, помогите мне с работой, пожалуйста. И ты уже звонишь людям, которые могут оказать помощь там, да? И работаете? И даёшь контакты, конечно. Ну, если есть такая возможность. Ну, хотя бы что-то, да? То есть, какое-то хотя бы показать направление, где ему могут помочь. А увеличилось количество обращений вот по разным вопросам. И вы чувствуете, что больше стали вас, как депутата, тревожить в хорошем смысле слова? Ну, мы же с вами зимой сейчас разговариваем. А зима-то, это всегда, это дополнительно, это чистые дороги, там, дворы, вопросы с парковкой. А что, вы и за дворы отвечать должны? То есть, вам могут сказать, а что это у меня там в дворе много снега или что? Вы знаете, у меня было однажды такое обращение, что в чём дело? Вот знаете, прям в такой форме, в чём дело? Почему? То есть, должна взять лопату, приехать? Да, я, честно говоря, так, знаете, написала, что нет большой такой лопаты, потом, конечно, она так сама для себя так как-то пошутила. Вот. А кому они ещё должны обращаться? Вот к кому они, жители должны, когда есть у них проблема? Вот выходит человек во двор, а идти невозможно. Ну, кто рядом? К тому и обращаемся. А вы потом обращаетесь уже? Конечно. Совет, администрацию. Ну, что такое, ребят? Это же наш округ. Ну, вот мне людям стыдно в глаза смотреть, давайте-ка. Но опять же, всё должно быть разумно. Когда очень сильный вот этот снегопад, ну, большой вообще объём работы, мы же понимаем, что у ЖКХ огромный, конечно. Но нужно тоже по-человечески всё-таки. Не дайте вот... Но ведь вы знаете, что у нас до сих пор эта фраза, что неожиданно пришла зима. Она до сих пор работает. Да, знали. А сейчас дождь неожиданно у нас пошёл. Да, это как вот укол всегда такой. И есть всегда ощущение, вот с кем мы не разговаривали, да, и с людьми, которые вообще отвечают именно непосредственно за уборку. Я даже не представляю. Они, наверное, начиная с 1 декабря, может быть, чуть раньше уже у них такое начинается... Но они работают сутками. На самом деле, когда большой снегопад, они работают сутками. И это я говорю тоже с полной уверенностью. Давайте напомним. Сейчас, понятно, время новогоднее, но Новый год завершится, праздники завершатся, начнётся наша будничная жизнь. Тяжело будет выходить из этого. Но там, глядишь, уже и март, и весна. Как проходит приём? Где проходит? Когда вас можно найти? Какие у вас приёмные дни? Ну, есть, конечно, записаны, что приёмные дни. У меня последняя среда каждого месяца. Есть у нас на сайте администрации раздел Совет депутатов. И там про каждого можно всё прочитать. Но меня можно найти на работе в любом... Если я на работе, ну, там, я имею в виду ни в управлении, ни в администрации, я на работе, и все это знают. Мне что-то подсказывает, что у вас явно не восьмичасовой рабочий день. А что такое восьмичасовой рабочий день? Да, подскажите, что это такое. Наталья Геннадь, очень приятно, когда депутат одновременно ещё и педагог, потому что в какой-то степени вам может даже проще с людьми говорить, потому что те, кто умеют общаться с детьми, особенно со взрослыми, подрастающими, мне кажется, они с любым человеком, с любого возраста могут говорить. Мы хотим поздравить вас, во-первых, с Новым годом. Сейчас вы поздравить, у вас будет возможность. Пожелать, хорошо отметить юбилей, пожелать, чтобы все депутатские наказы, которые к вам обращаются, удалось выполнить, и чтобы все были довольны и благодарны вам. Это всегда чувствуется тоже, даже если этого не говорят. Ну и просто чувствовать себя по-прежнему на своём месте и быть такой же уверенной, как вы всегда у нас в эфире. Спасибо. Ну а сейчас, в честь наступившего нового 2024 года, вот у нас левая камера, можно в неё обратиться и поздравить всех наших телезрителей. Поздравляю вас с наступившим новым 2024 годом. Очень хочу, чтобы был мир. Был мир в каждой вашей семье. Был мир, во всём мире сейчас так не говорят, но хочется всё равно мира. И, конечно, я хочу, чтобы была гармония. Гармония с самим собой, гармония с миром, гармония с окружающими. Будьте счастливы, самое главное. И помните, что наше счастье, оно и в наших руках тоже. Идите навстречу миру с открытой улыбкой, тогда мир вам будет улыбаться в ответ. Наталья Геннадьевна Скисова, депутат Сайта депутатов городского округа Люберца. Спасибо вам огромное и до встречи в юбилейные дни Казахстанской школы. Обязательно, жду приглашения. Это была программа «Открытый диалог». Новый год продолжается, и впереди у него ещё много-много-много дней. С вами был Николай Пименко в программе «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова